Друзья, сколько из вас верует, что он великий хороший бог, друзья? Хорошо, присядьте. Мы будем идти дальше в изучение Торы. Порции Торы. Она называется Кететсе. Что это означает? Это означает, когда выйдешь. Это когда ты выйдешь. Если ты идешь, если мы пойдем и посмотрим в Тору, да, здесь говорится о том, что... О войне. О войне. Стоит, кто знает, что сейчас идет война в Израиле, да, с Израилем и против Израиля. И вы знаете, что в Писании есть много различных определений войны. Мы читаем в Второзаконии 21.10. Когда ты выйдешь на войну против твоих врагов. Сколько из вас когда-либо были в войне против вашей супруги или супруга? Сколько из вас были в войне с людьми, с вашей семьей или коллегами по работе, да? Есть различные обонимания войны. Теперь, что я хочу, чтобы вы знали, это то, что порция этой Торы, она имеет больше заповедей, чем другое, какое-либо другое место. И эта порция Торы, она... мы будем смотреть на несколько из этих заповедей. И я нашел два стиха, которые на ваших нотатках написаны, которые я бы хотел вам представить, чтобы нам помочь и распознать эту тему больше. В Луке мы читаем, что был один законник, который хотел испытать Мессию и сказал, «Мастер, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь?» Сколько из вас, друзья, вы должны понимать, что люди иногда неправильно переводят Тору и они думают, что Тора — это слово «закон», да? И это правда, оно отчасти закон. И когда мы говорим о законе, люди хотят иметь адвокатов, да? Люди нанимают адвокатов, чтобы их спасти или их сохранить, когда они были в какой-то неправедности, когда они являются обвинительными или обвиняемыми. Мы читаем Второзаконие, в 21 стихе. Я хочу прочитать в другом месте, в Луки 10, 29. И там говорится следующее, что этот адвокат, он хотел себя исправничать перед Иисусом. И он спросил, «Иисус, кто же есть мой ближний? Кто есть мой сосед?» Почему? Потому что адвокаты, они любят быть законниками. Они по самому определению законники, друзья. И вот здесь этот адвокат, он приходит и говорит, «Ишуа, кто есть мой ближний?» Как ты можешь определить, кто есть мой ближний, да? Это очень-очень такой интересный такой выбор. Только адвокат такой бы выбор сделал и сказал перед Иисусом. И вопрос следующий, как мы можем определять вещи правильно, да? Я хочу вам показать следующее. Во Второзаконии, 21, 15 по 17, будет следующее, что если у кого будет две жены, уже есть война, уже там, на этом месте сразу. Любой человек, который имеет двух женщин, двух жен, уже напрашивается на войну. И вопрос в том, одна есть любимая, и одна нелюбимая, да? И они обои имели сыновей. И первенцем будет сын нелюбимый. То, проразделя сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первоводным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признаться сына нелюбимой и дать ему двойную часть всего. Кто-либо из вас, помните ли историю, где все это происходило, да? Это был Яков и Исав, да? Это было много лет перед еще законом, да? И Бог сказал, что я поставлю закон, чтобы все было на месте. Но вот что хочу вам сказать, друзья, вот на всей этой порции Торы, да? Когда мы говорим о законах и о легализации и о всем таком, да? Люди всегда сегодня ходят вокруг и говорят, легализм, легализм везде, да? Вот что это все означает? Давайте мы посмотрим на 2 законе, 22 глава, 1 по 3 стих. «Когда увидишь вола брата твоего или отцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати к брату твоему». Теперь, легалисты здесь скажут, ну хорошо, интересно, он не мой брат, поэтому я не должен этого делать. Я не должен ничего этого делать. Я это должен делать только для моего брата, но для моего неближнего я не должен ничего этого делать. И вот такое говорят только легалисты. И когда люди говорят о братьях и о определении братьях, да? Вот в этой ситуации. Посмотрите, что здесь происходит. Если твой брат не живет вместе с тобой или до тебя, и, может быть, ты его даже не знаешь. Упс, как мы можем не знать нашего брата, если здесь говорится о нашем брате, о нашей семье? То есть, Бог хочет нам показать и сказать нам, чтобы мы все помнили, да? И он говорит также этому адвокату, да? Он ему объясняет, посмотри, посмотри на все это и пойми. Библия говорит, что мы должны возвратить этих всех вещей обратно к им и привезти им домой, и отдать им это лично, и восстановить им это все правильно. Подумайте об этом, друзья. Кто-либо из вас потерял ли когда-либо какую-то собаку, например, да? И вы имели ее 13 лет, вы любили ее, сколько много? На ней есть чип, на ней все, на ней есть забота. И три года, сколько лет вы проводили с ней? И вы просто хотите, чтобы все было хорошо, да? Но, друзья, друзья, дело в том, что мы не можем... Если бы мы нашли собаку, кого-то другого, мы не можем ее оставить себе, мы должны ее отдать. Библия так говорит нам. И потом Библия говорит, что мы должны так же это делать со всеми, со всем скотом наших ближних, друзья. Мы должны принимать и возвращать все, друзья. Сколько из вас когда-либо видели какой-то тракт на дороге, переворачивается, и деньги выпадают, и люди сразу сбегаются, чтобы только взять деньги, да? Это неправильно, друзья. Это неправильно. Сколько людей, они думают, что... Если кто-то что-то потерял, тогда они это могут все присвоить себе. Так не работает, друзья. Позвольте мне это вам сказать. Я буду вам правильно определять легализацию всего, да? Вы должны понимать, друзья, что полнота в Слове Божьем. Только в Слове Божьем, друзья. И да, другие люди могут сказать, «О, кто-то потерял лошадь». О лошади не говорится в Библии, поэтому я могу ее себе оставить. Нет, друзья, так не работает. Люди не могут остаться с тем, что они хотят иметь, друзья. Люди должны по принципу держаться закона Божьего. Сколько из вас когда-либо что-то потерял? Кто-то нашел, да? И вы надеетесь, что вы это получите обратно. И вы надеетесь, что вы получите что-то обратное. Может быть, вы потеряли что-то очень ценное, да? И вы всегда надеетесь, что это вам вернуть, правильно? Мы должны вернуть это людям, друзья, когда мы находим что-то. Теперь, давайте посмотрим дальше. Очень интересно, друзья. Одно дело, когда мы здесь работаем с братьями. Другой вопрос здесь, когда мы проводим время с нашими семьей и друзья. Мы дальше читаем. Вот картинку, например. Мы видим на картинке ослица вообще полностью на... полностью нагруженная, да? И... И... Это... Если эта ослица, например, она принадлежит вашему врагу. Вы не можете сказать, что... О, она не моя. Она... Моего врага, я не буду ей помогать вообще. Так не работает, друзья. Библия говорит, что мы должны помогать. Помогать всегда. Дело в том, друзья, чтобы мы не оставляли послание, друзья. И никогда не говорили, что... О, вот здесь, в этом моменте Тора, она не аппликуется. Нет, она всегда аппликуется, друзья, в любой ситуации. Мы дальше читаем Исход 23, 5. И если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношью своей, то не оставляй его, развоючь вместе с ним, друзья. Библия говорит, чтобы мы помогали тем, которые нуждаются в помощи. Следите ли вы за мной, друзья? Если мы посмотрим на заповеди, да, и что заповеди здесь нам показывают, да? Какой Бог у нас есть, который нам дает такие заповеди? Он такой Бог. Он такой Бог, который заботится о всех. О всех. Мы должны помнить, друзья. Мы должны не оставлять послание Божие. Мы должны не оставлять Слово Божие. Мы дальше читаем. Второзаконие 22, 6 по 7. Что если попадается тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои. Люди говорят много раз о том, как я могу жить дальше, да, как я могу жить больше. Помогай другим людям. Помогай другим людям, друзья. В этом есть секрет. И вот об этом и говорит книга Библии. Библия говорит, не будьте против других людей, а помогайте другим людям. И здесь такая картинка, да, матери курицы и цыпленок, друзья. И поэтому я хочу, чтобы мы дальше об этом рассмотрели. Слово «вода», «океан», они поравняются в Писании с Словом Божьим, то есть они необъемные. Дело в том, друзья, хотим ли мы быть в полном понимании Слова, хотим ли мы быть в полном понимании того, что мы должны понимать Слово Божье, да? Мы все хотим иметь общение с Богом. Вопрос в том, насколько глубоко мы хочем войти в глубину Божьего Слова. Поэтому давайте мы посмотрим, войдем дальше, поглубже в Слово Божье, и посмотрим, что говорится в Библии о доброте и о том, как мы должны себя вести. Давайте мы посмотрим. На глубшем уровне Тора показывает ситуацию людей Израиля, которые были в гонении. Бог, эта матушка, эта матушка, цыпленочек, она их защищает, она над ними смотрит, да? Мы посмотрим, друзья, когда Господь от Него, когда Господь одолел, у Него забрали Его детей, Он Он страдает, Он несчастливый, друзья. И мы читаем дальше, друзья, Библия говорит о том, что Ангелы Ангелы спросили Бога Божия, почему Ты позволяешь болезни случиться в жизни людей, да? И Он говорит, потому что люди не повиновались Мне, и пришли люди из другого племени и забрали Моих людей. Иногда, друзья, мы полностью не понимаем, почему все происходит, да? Бог хочет, чтобы люди Израилевы возвращались обратно в землю ихнюю и были в Божьем присутствии, да? Друзья, мы живем в сезоне Божьем. Мы живем в сезоне Бога нашего, друзья. Мы должны быть в послании Божьем постоянно. Мы должны не оставлять Божьего Слова. Библия говорится сколько раз. В Библии говорится сколько раз я хотел собрать тебе, как птица собирает птенцов по крыльям свои, от края до края земли. Здесь Библия показывает, что Ешуа Он как защитник. Он как защитник и Он на Него будут атаки и на Него будут атаки и Его народ будет рассеиваться. И Библия нам говорит посланием своим, друзья. Мы должны понимать, что мы не можем оставлять Бога. Библия говорит, чтобы мы не несли кровь других людей на нас, чтобы мы не забывали, что есть расплата за все. И здесь в контексте Бог говорит, чтобы мы защищали ближних наших. Если есть картинка, например, кто-то идет через виноградник, да? Мы посмотрим сейчас второзаконии. Дальше читаем. Второзаконии 23, 7 по 8. «Не гнушайся идумианинам, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянинам, ибо ты был пришельцем земли его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне». Друзья, представляете ли себе... Давайте теперь вернемся к вопросу, кто есть мой брат. Второзаконие 23, 21 по 23. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, и Господь Бог твой защит его от тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Дело в том, друзья, чтобы мы должны делать то, что было сказано нам, и не оставлять послание. Дело в том, друзья, чтобы мы не пообещали, мы должны это все соблюдать всегда. Много людей сегодня говорят, но не соблюдают, друзья. Мы читаем в другом месте, да? Теперь мы видим, люди проходят через виноградник, да? И мы читаем дальше, что мы должны проходить, и Библия говорит, что нам можно проходить и есть виноградник, но нельзя брать виноград и засунуть его в карманы. Нельзя это делать. Другая картинка вот здесь пшеница, да? Вопрос в том, друзья, как мы должны соблюдать субботу, да? Посмотрите, что здесь говорится в Матфея, 12 глава 1-2 стих. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же его взолкали и начали срывать, кого все и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Но это неправильно, друзья. Нигде в Торе не говорится о том, что нельзя делать то, что не делали. Торе говорит о том, что вам можно делать это, кроме субботы. Кто-то мне прислал одно послание, да, имейли онлайн, и там говорится о том, что Господь говорит, что когда мы нарушим какой-либо заповедь, мы заслуживаем умереть. Но Бог дает жизнь, друзья. Бог дает жизнь. Где бы мы ни находились, свобода есть в Боге, свобода есть в Христе, друзья. Дело в том, мы должны понимать, что вся наша жизнь, она в Боге. И здесь люди хотели сказать, что это нелегально делать это на субботний день, в то время, когда это все легально, друзья. Мы дальше считаем Второй закон 24, 9. Помни, что Господь Бог сделала Мариами на пути, когда они шли из Египта. Что она сделала? Она сделала Шонгара, она говорила неправильно о ее брате Моисее. Мы видим дальше, да, о том, что в словах и языка есть жизнь и смерть. Мы можем принести в жизнь кого-то жизнь, и можем принести в кому-то смерть нашим языком, друзья. И много раз может быть мы у нас есть столько вещей, что мы делаем, мы иногда заняты, иногда мы полностью заняты чем-то, друзья. Но мы либо можем помочь кому-то, усилить кого-то, или обессилить кого-то, накричать на кого-то и сделать их день плохим. Мы читаем в притчах 18, 18, не, 15 глава, 2 по 4 стих. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрегают глупость. На всяком месте, очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Друзья, мы должны это запомнить. Мы дальше читаем второзаконие 24 глава. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришедших твоих. Вопрос к вам, друзья, сколько из вас их работа? Помните, что вы все наняты слуги. Мы дальше читаем которые нуждающиеся, да, из братьев твоих или же из пришедших твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих, в тот же день отдай плату ему, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не воззапил на тебя Господу и не был на тебе греха. Здесь дело в том, друзья, что в Библии говорите, вы должны платить вашим рабочим в правильное время. Сколько людей говорили, о, я не должен платить моим рабочим, потому что я не под законом. Друзья, много людей не понимают Тору полностью и не понимают закон полностью, друзья. Вы должны понимать, что закон Божий правильный всегда. Тора, она говорит о том, что есть заповеди, и мы должны понимать. Мы должны понимать Слово Божие. Божие. Друзья, Библия говорит о том, друзья, чтобы мы были в Слове Божьем и помогали тем, которые в нужде, которые без отцов, которые сироты, коротые вдовы, которые в нужде. Мы должны оставаться и помогать людям. Друзья, когда мы смотрим на закон, закон нам говорит праведность и истину, да? А много людей, которые легалисты, да? Они говорят, говорят, о, я ничего не должен никому бедному, никакой вдове, ничего, потому что я не фарминг, я работаю на Боинг, или где бы в другом месте я бы не работал. Легалисты, люди, эти все такие законники, они всегда стараются избежать от чего-то, да? Как-то. Вместо того, чтобы идти по закону, как сказано все, они стараются все это обходить. Позвольте, мне дать вам пример, да? Столько из вас слушали такое слово пардес. Оно означает следующее, да? Это означает сад, садок. Мы дальше читаем второзаконие 25.4. Не заграждай рта валу, когда он молотит. То есть, чтобы мы не мешали никому, друзья, такое слово пешат, которое нажает прямое значение, да? И вот смотрим, что Павел делает, да? Мы читаем 1 Тимофей 5 глава. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта увола молотящего. то есть, друзья, здесь мы считаем, что Павел говорит следующее, что здесь говорится о слове Божьем. Здесь говорится о том, что есть значение во всем, друзья, и много людей не находят ответа на их вопросы, да? и они думают, что они могут идти далеко от послания и как-то его менять под себя. Нет. Независимо от чего, друзья, мы должны чисто читать послание и его понимать и интерпретировать. Следующая буква это дрэш, это то есть аллегория. Аллегория в послании Библия говорит, что Бог иногда не то, что скрывает вещи, он их полностью нам не открывает. Сколько есть вещей, которые в Библии написаны, которые мы еще даже не не полностью рассмотрели и не поняли, да? И мы должны понимать, что значение слов и значение посланий, они очевидны, если мы стараемся их понять и прилагаем усилия. Мы дальше смотрим в Таразаконии 25 глава 15-16 стих. Гиря у тебя должна быть точная и правильная и Ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле. Библия говорит, уважайте ваших родителей, помогайте другим людям, чтобы продлить жизни наши. Друзья, следующее мы читаем. Второзаконие 25 глава 17-19 стихи. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Помните ли вы, что случилось в это время? Это когда люди были атакованы. Амалик атаковал людей, которые были в проблемах, которые были старые, которые были немощные. Кто из вас помнит правильное значение Амалика? Из еврейства на английский язык. Что случилось 1-го октября, да? Что Амалик сделал для Израиля? Это означает разрезать части тела. И они сделали точно это. Они разрезали все тела. Это было сделано Амаликом. Помните, что означает Амаликом в еврейском языке? Это означает violence, то есть плохие дела. Плохие дела. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы помнили, что Амалик делал для вас, и не забывайте этого. Я не могу помнить, где написано еще больше в Библии. И там Бог говорит, что у меня будет война с Амаликом. Каждое поколение будет по-своему разрушено. Бог будет воевать с Амаликом. Библия говорит, что было время Хитлера, и у Хитлера была своя ситуация. И также Библия говорит, что и в наше поколение, мы должны помнить, что и в наше поколение, и в наше время, мы живем во время войны, друзья. И я помню, что мы сегодня воюем последний раз с Амаликом перед тем, как Бог придет. И Бог придет, друзья. И Библия нам чисто говорит, очень нам напоминает, что когда Господь построит Зион, что есть другое имя для Иерусалима, Библия говорит, что так, тогда Он придет во всей силе. И вот что происходит, друзья, здесь мы видим, что по сегодняшний день политические проблемы происходят вокруг Израиля и вокруг земли Израиля. И другой стих в Псалме 101 говорит о том, что было написано послание для всех поколений, которые придут в будущем, чтобы они помнили то, что будет происходить во время. И сегодня мы видим историю о том, что Израиль еще строится, и мы являемся последним поколением, которое увидит приход Иисуса Христа. Но чтобы мы понимали, когда все случится, мы должны стоять на страже и шли по Божьему календарю. Например, также другие люди сказали мне, что они этого всего не знали до этого. Не знали до этого. Мы читаем Исайя 54 глава. Помните эти семь дней великого происшествия, когда все происходит. Читаем дальше. Исайя 54 1 по 3 4 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 13 15 15 15 16 15 16 16 16 18 18 20 21 21 22 23 Слово Божье стоит правильно, и чтобы мы не оставляли послание Божьего, и чтобы мы любили людей любовью Божьей, мы должны понимать, что мы видим на этой картинке вот радуга над морем галилейским, да, и там показывается полнота Божьего, да, и говорится о том, чтобы люди постоянно держались Слово, и Бог будет иметь милость на людей Своих, Бог будет милости к Своему народу, и Библия говорит, чтобы мы держались Божьего Слова и не отходили от Бога, и Библия говорит, что уйдут горы, все распадется, но будет свобода Божья, и Слово Божье останется, останется вечным, и оно не уйдет. Помните это, друзья, Бог нам говорит, чтобы мы всегда ишли за Ним, и чтобы мы не сказали, мы должны говорить и идти по Его Слову, друзья, и что Божье Слово никогда напрасно не произойдет, друзья. Помните это, что Бог никогда не забудет Израиль, и Он будет любить Израиль. Дальше мы читаем о том, что нету свободы вне Бога. И дело в том, друзья, что Библия говорит, что Бог говорит, придите ко Мне, и Я приду к вам. Друзья, много христиан, они не имеют представления о сезонах Божьих, они не знают, какое время они живут, да? Я спрашиваю у Христиан, Ильян, в сегодняшнее время, какое время мы живем? Они говорят, ну, я не знаю. Друзья, это есть время и сезон для прощения, для извинения, для очищения, друзья. Почему? Потому что когда мы призываем Бога, мы находим Его. Потому что когда Он призывает нас, много раз мы не хочем Его слышать, друзья. Как мы можем ожидать, что Он на нашей просьбе ответит, друзья? Мы дальше читаем Матфея 24 глава о том, что Иисус придет как великий шум, как великий гром. И вопрос в том, друзья, сколько из вас может сосчитать, сколько времени пройдет от того, когда молния ударяет, и звук происходит, да? Гром. В штате Канзас всегда постоянно есть такие бури, да? И вопрос, кто из вас когда-либо впали, подсказнулись и впали, да? Что происходит тогда? Когда вы подсказнулись, он уже будет падать всегда. Дело в том, друзья, что Бог придет как молния. И если мы не готовы, мы подсказнёмся и упадем, и наше падение будет велико. Поэтому мы должны ожидать и быть готовы, друзья. Матфея 26 глава о том, что нации будут распадаться. Будут распадаться, друзья. Матфея 24 глава говорит о том, чтобы мы учились от послания о смоковнице, да? О смоковнице. О том, что когда происходит время падения ветвей и листов, это тоже сезон. Во всем есть свои сезоны. И Библия говорит, что это поколение не пройдет, пока все не сбудется по Слову Божьему, друзья. Библия говорит о том, что мы должны пребывать в Боге. Мы должны пребывать в Боге, друзья. Мы должны пребывать в Нём. Мы должны помнить, что когда мы живём, мы живём в одни из последних времён, друзья. И что мы живём в последнее время, и что Бог всегда нас ведёт в победу Свою. Мы считаем, да, что в... Мы должны понимать, друзья, что Слово Божье не всегда... Не всегда очевидно. И мы должны принимать Слово Божье. И что мы живём в последнее время, друзья. Друзья, у нас есть очень короткое время для того, чтобы прийти в Божье понимание. Поэтому мы должны быть готовы к Божьему Слову. Затем мы встанем и будем молиться. И будем идти на поклонение Богу. У нас будет прерыв, и потом мы вернёмся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя настолько сильно за всё. За то, что Твоей любовью Ты нам позволяешь открывать наши голоса и учиться в Тебе. Мы учимся в том, что Ты говоришь нам. Господь, мы не хотим быть только слушателями, но мы хотим быть людьми, которые деватели Слова Твоего. И по всему миру, Господь, все, друзья, друзья, все слова Твои, Боже, мы делимся за Твоим посланием. Мы благодарим Тебе, Боже, за всех людей, которые нас смотрят. Что великая история Твоя, Господь, она делится. Она делится. Мы должны делать Твою волю, не нашу волю, Бог. Помоги нам. Помоги нам делать то, что Ты хочешь сделать. Во имя Иши, аминь. Вместе. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь всей вселенной. Ты благословил нас Твоей Торой правдой. Ты благословил нас всем познанием Твоего Слова. Силой Твоего Святого Духа. Через полную работу Мессии Иешуа, Ты только один мог у нас дать нам жить вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Давайте мы пойдем на перерыв. Ты являешься истинно. Истинно Ты являешься царем нашей славы, друзья, дорогие. Слава Ему. Ты не только царь, но Ты также и пастор. И поэтому, Господь, сейчас мы хотим помолиться за наших ближних, за наших любящих. За всех, которые, может быть, проходят через какие-то проблемы, какие-то недостатки, какие-то телесные болезни, какие-то проблемы. Мы хотим помолиться, Боже, чтобы Ты их благословил, чтобы Ты их сохранил, исцелил, провел. Мы хотим также поднять всех тех, которых в нужде, которые в болести, которые имеют проблемы с телом, с работами, с чем-либо это не было. Боже, будь нашим водителем. И мы превозносим всех в молитве нашей. И мы просим, Боже, благослови. Мы просим Тебя за лидеров, Господь, лидеров духовных, лиригиозных, военных. Боже, мы не хотим быть слабой нацией, мы хотим быть сильной нацией, мы поднимаем нацию Израиль в нашей молитве. И мы просим Тебя, Господь, защищай их, защищай их, проведи их ангелами, Боже. И мы ищем Тебя, и мы ищем Твоего собуждения, пробуждения. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, вы можете присесть, друзья. Теперь. Одна из вещей, которая очень интересна, что много людей не понимают, это то, что из-за песни песней. Сколько из вас больше понимают уже о песне песней, да? И о том, как Соломон выглядел, да, как человек. Я хочу вам напомнить некоторые мысли с прошлой недели. У меня есть картинка, чтобы вам напомнить. Это место, где Шурамира, это женщина, из песни песней, говорит, что пойди на прогулку, да, и найди меня в горах Биттера. И это все означает разделение, разделение востока от запада. Вот здесь мы читаем дальше, да, в песне песней, и мы будем дальше читать и проходить все это, что написано. И в Библии мы будем читать, как пастырь здесь отвечает в песне песней, в четвертой главе, да? И он говорит, следующее, такой день дышит прохладой, и убегают тены, пойду я на гору мировую и на холм Фимиама. Что это все означает, да? Где есть гора мировая и холм Фимиама? Ну, я могу вам показать и сказать, это есть гора Морая. Морей, гора Морей. Это также есть и такой парфюм Мирт, английский называется. И здесь говорится о том, что также была и женщина, которая пришла будниться к Иисусу, и она умывала его ноги и вытиралась своими глазами. И вот здесь говорится о этом же Фимиаме, да? Также у нас есть древо Фимиама в Этиопии и в Омане. Также есть Морр-дерево в Этиопии, и вы видите, вот здесь что-то находится в пустыне, в таких солнечных местах, да? И Библия же нам напоминает о том, чтобы... Мы помнили, когда говорит пастух пойти на гору мировую и холм Фимиама. Вот что здесь Мессия говорит, что «Я умру за вас». Иисус скажет, Иисус нам говорит, «Вы идете, проходите и расслабляйтесь, но Я за вас умру». То есть, интересно в том, что Иисус говорит, что «Я пойду, и Я умру за тебя на горе Морая». Здесь он это говорит в этой истории. Мир и запах мира всегда был связан с какой-либо жертвой, какой-либо убиением, да? И вот мы читаем о том, как Никодим пришел к Иисусу, да? Мы читаем, Иоанна, 19 глава, 13, 9 стих. «Пришел также и Никодим, приходивший к Иисусу ночью, и принес состав из смирной и алоэ, литр около ста». Представляете себе, 100 литров, друзья, этого смирной и алоэ, да? Опять же, мира и феймиам, они нисходят от дерева, от деревьев, двоих различных деревьев. Посмотрите вот здесь. Мир, она, у нее есть запах, у нее есть различные вещества, у нее есть различные характеристики, и она помогает телу, она помогает коже, она помогает исцелению, восстановлению, она помогает, это вещество помогает ранам и феймиам. Феймиам это буквально как одно лекарство, но она помогает против различных заболеваний и исцеляет раны. И вот поэтому, люди, мы читаем о том, что после того, как Иисус, Он был избиваем, истязаем, распят и умер. Его тело они хотели обвязать бальзамом этим, чтобы это сделать лучше, да? И мы понимаем, что деревья, с которыми эти вещества добирались, они были очень-очень святые, очень важные. И эти деревья были в очень трудных местах, и поэтому все, когда-либо могло достичься к этому, всегда цена ему была высока. Так же, как сегодня в наши дни золото, оно важно и ценно, поэтому и в то время было это олео, это помазание было очень-очень-очень ценным и дорогим. Поэтому великий наш пастырь, он пожертвовал себя за нас, друзья, это великолепно. И как мы можем понимать, читая это место, где говорит женщина, и говорит пастырь. Когда говорит «Моя любовь» — это она, женщина, а когда говорит «Моя возлюбленная» — это уже он, пастырь. Мы считаем дальше. Песня в песне 4.7. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Песня в песне 4.8. Дальше. «Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых». Кто-то из вас видел ли великая гора Барса? Кто-то из вас видел ли? Я видел, я был в этом месте в это время. Очень красиво, очень сильно, очень громко, очень великолепно там, да? Но дальше мы считаем о том, что там есть логовище львов и барсы там повсюду, да? Что им нужно? Им, этим животным, нужна еда. Они хотят лакомиться. Вы видите на картинке вот леопард. Они выходят наружу, чтобы найти еду, да? У них очень мощные глаза. Но смотрите, вот здесь что происходит, да? Мы видим о том, что стоит пастор на вершине горы, где львы и леопарды, да? Мы считаем, вот вместе Иосия 1-2 пишет. «Начало слова Господня Косии, сказал Господь Косии, иди, возьми себе жену-блудницу, и детей-блуда, ибо сильно будет действовать земля сия, отступива Господа. Израиль не был верным Богу». И здесь мы видим в послании Песней о том, что невеста, она похожая, да? Помните, она хотела земного царя, она не хотела Бога как царя небесного. И вот что происходит, друзья, мы считаем, в Осия 13 глава, 6 по 11 стих. Библия говорит следующее, что по ихнему желанию они были наполнили, поедали, и они были в достатке, и они меня оставили. И Бог говорит, и я буду для них, как лев, как скемен, буду подстригать при дороге их, друзья. Сколько из вас понимаете, что когда мы в полноте, когда мы в достатке, когда все хорошо, тогда мы забываем о Боге. И из-за этого Бог говорит, чтобы мы молились до еды, не только после, друзья. Дальше мы читаем и учим. Это вам тоже напоминает, друзья. Бог говорит, что я встречусь с ними, как великая медведица, да? Кто-либо из вас видел медведицу, который разрешает своих маленьких детей? Он также говорит, что я буду их поедать, как львица. Я буду разрывать их, как дикий зверь. Бог говорит, что вы себя разрушили, но во мне вы имеете опору. Я твоя опора, я твой царь, Бог говорит. Бог не хочет, чтобы люди имели царя земного, нет. Друзья, и он говорит, где есть другие, чтобы твои судьи, чтобы они спасли тебя? И ты говорила, Израиль, ты хотела, чтобы иметь царя. Нет, я твой царь. Друзья, об этом же и говорит вся песня о том, что Бог пытается забрать свою невесту от земного царя и привезти ее обратно к себе, друзья. Можете ли вы это видеть, но для меня это очень очевидно. Мы читаем четвертую главу Песни Песней, 9 по 11 стих. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста. То есть, Бог любит свою невесту, она его сердце пленила. Пленила ты сердце мое одним взглядом отчей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезно ласки твоей, сестра моя невеста. О, как много ласки твоей, лучше вина. И благовоние масти твоих, лучше всех ароматов. Сотовый мед каплят из уст твоих, невеста. Мед и молоко плят языком твоим. И блауханье одежды твоей, подобно блауханию ливана. То есть, здесь описывается, видите, на картинке, да, молоко и мед, и красота всего этого, да. И Бог, мы дальше считаем второзаконие, 31 глава, 20-й, 22 стих. «Ибо я выведу вас их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, но они теперь идут и служат другим богам, и поэтому они призвут на себя разруху, но я люблю их, я буду с ними, но я не забуду от них, не откажусь от них, все еще. Ибо я люблю их, и я знаю, что они соблюдают неправду, но Моисей ведет их и учает сыновей израильских моему заповеди». Мы читаем, друзья, опять же, послание Божие, послание песни Моисея, да, о том, что люди, которые имели благословение Божие, но потом они забыли о них, оставили его, Бога нашего. Вы бы подумали, что когда Бог благословит всех, всех всем, тогда они были бы благодарны и радостны и верны. Нет, они отрекаются от Бога, и они не хотят помогать вдовам, бездетным, безродительным. Друзья, мы должны помнить, что мы должны быть людьми, которые помогают. Что происходит, когда река не двигается? Река, если она не двигается, она загрязняется. Кто из вас хочет пить чистой воды? Нет. Все хотят пить и чистой воды, друзья. Бог говорит своей невесте, то есть пастырь говорит своей невесте, что ты есть сад, который полностью закрытый. Ты не позволяешь никакой реке притечь через тебя. И этим всем ты загружаешься. Иеремия, 32 глава, 22 стих и ниже. «И дал им землю сию, которую дать им, как Твою обещал отцам их, землю текущую молоком и медом. Но они вошли и заводили ею, но не стали слушать глаза Твоего и поступать по закону Твоему. Не стали делать того, что ты заповедовал им делать. И зато ты навел на них все это безмездие». Друзья, мы видим, сколько Бог наводит возмездий, друзья. И здесь мы дальше читаем, что пастырь говорит другим нациям, да? А он говорит Израилю, что ты как сад, который закрытый. Ты как сад, который не допускает никого, ничего. То есть, другими словами, друзья, мы должны помнить, что Бог, Он есть источник жизни нашей. Мы должны идти к Нему. К Нему только, друзья. Мы дальше читаем. Другими словами, друзья, мы видим, что Бог говорит, что ты не позволяешь твоему саду протекать источники. Ты хочешь построить свою независимость, а не мою независимость. Что происходит, когда люди не идут за Божьими благословениями? Ну, они рушатся, их жизнь распадается. Мы читаем, друзья, мы читаем, друзья, дальше, что женщина, она отвечает. Она отвечает, и она говорит, что это мой сад. Я здесь управительница. Но потом она вспоминает, что все, что у нее есть, это от ее пастыря. Что это все предложит ему. И она внезапно научается об этом. И что дальше потом пастырь говорит, да? Как он отвечает ей на все ее поведение. Он говорит, что я прихожу в мой сад. Я собираю мои фрукты, мои яблоки. Я ем мой продукт. Он говорит, что это все мое, а не твое. Он напоминает ей о всем этом. То есть, как у нас, друзья, например, есть ребенок, который еще маленький, и он разрушает свою комнату. Ну, и он говорит, что это моя комната. Я во всем этом командую. Но мы ему приходим, и она понимает, что это весь дом наш. И мы всем этим владеем, друзья. И вот она начинает ему отвечать, да? Она говорит, и приди, и ешь, и принимай все, о, любимый мой. Но потом, что происходит дальше? Она вот там стоит, в доме, спит, опять же. Она говорит, я хочу спать, но мое сердце двигается. А потом она говорит, что послушай меня, любимый мой. И любимый, он стучит в дверь. И когда она услышала, что его любимый стучит в дверь, дело в том, друзья, что он старается войти в дом. Он старается войти к своей любимой, да, пастор? Мы дальше читаем, в другом месте. В судьях, 19 глава говорится о том, о следующем послании, да? Что люди, когда они наслаждались сами собой, что произошло? Произошло собуждение людей. Не просто была такая тишина. Нет, было движение для того, чтобы спасать людей из ихнего греха. И посмотрите, что здесь происходит, да? Песня песней, 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудры мои ночной влагою». Здесь говорится о том, что снаружи идет дождь, и пасты хочет войти, чтобы она вышла вместе с ним и вместе наслаждалась этим, эту росою, этим блаженным дождем. И вот она, эта женщина, она девушка, да? Она на своей кровати лежит и не двигается. Мы читаем дальше о том, в Битии 27, 28. И Бог говорит, «Да дай себе Бог от росы небесной». То есть, в росе есть благословение. Вязаем, мы читаем, что это глава, 19 стихом. «Что оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извердит мертвецов». То есть, роса, она всегда говорит о жизни, о радости, да? О полноте жизни. Друзья, представьте себе, сколько сегодня людей в мире не имеет жизни. Они вроде бы живут, но они хотят, чем мертвецы. И здесь мы говорим, что Исаия пишет и говорит, чтобы собудить, разбудить невесту Божию, друзья. И мы читаем дальше. В Ефесяна, 5 глава. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя, Христос». Здесь говорится о свободе Божьем в послании. Песня песней также. То есть, чтобы люди не спали глубоко, чтобы они не спали, чтобы они вставали из сна. Другое место. Второзаконие, 32, 2. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Друзья, Бог говорит о том, что Он хочет полить. Он хочет полить Свою любовь на нас. Моя речь, как мелкий дождь, как зелень, как ливень на траву польется. То есть, Бог хочет, чтобы Его Слово вошло на нашу жизнь, но не так, как какой-то ураган, чтобы нас разрушило. Нет. Он хочет, чтобы Его Слово вошло, как красивый дождь. Есть разница между дождем в Сиэтле и в Канзасе, в городе. Поэтому, друзья, есть различная разница между дождем. Есть сильный, мощный дождь, и есть мягкий, легкий, нежный дождь, друзья. Второзаконие 28, 12. «Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало дождь земле Твоей вовремя Своё, и чтобы благословлять все дела рук Твоих». Проблема в том, что эта женщина, она хочет оставаться просто в доме, который был создан для нее. Она не хочет помогать паспастырю в его работе. Вот что мне интересно в моей жизни, если вы помните, когда он последний раз приходит и говорит, «Любимая, вставай со мной, давай будем двигаться, ибо прошла уже зима, прошла уже весна, и уже подошла осень». Уже подошла осень. Друзья, то есть мы видим здесь ленивость жены, да, ленивость этой женщины. И поэтому много... Это же есть из отображения людей, которые много людей не распознают времена. Они ленивые, они просыпают, они сплят и просыпают всё. И поэтому люди, они идут вне, вне послания Божьего. Много раз, друзья. Сколько раз люди неправильно соблюдают Слово, неправильно соблюдают послание Божие, друзья. Мы должны это понимать. Мы должны понимать свободу Христову и не оставлять Слово Божьего. Никогда, друзья. Библия нас хочет, чтобы мы не оставляли послание, чтобы мы слушали от Бога, и чтобы мы видели Бога в полноте Его. И Библия говорит, чтобы мы соблюдали Слово Божье, чтобы мы соблюдали Его послание, друзья. Давайте мы дальше посмотрим. Римлянам, 13 глава, 11 по 12 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение». Здесь директно Библия говорит о песне песней, потому что Иешуа приближается ближе, чем мы представляем. Ибо день приходит к нам, и мы должны быть готовы, мы готовы, мы отвечать на Божье послание. Друзья, что Бог хочет, чтобы мы сделали, мы и шли за Ним. Теперь, в следующее воскресенье, в следующую неделю, мы будем говорить дальше, глубже об этой теме, потому что эта тема, она меня удивляет мощно. Никто не видит песня песней больше, чем я могу видеть в этом месте. И вы просто должны посмотреть на все это. Опять же, да, я буду возвращаться в послание, в песню песней. Позвольте мне взять вот место Библии вот здесь, открыть место Библии на моем телефоне. Хорошо, теперь. Вот здесь Он. И Он говорит следующее. «Откройся для меня, моя любимая сестра моя, моя перфектная, моя изъянка». Представьте себя, друзья. Вот стоит женщина, да, спит на кровати. И вот что делает ее пастырь, да? Он ее призывает, чтобы она вышла из сна, чтобы она вышла в благословение Его. Она говорит, что «Я все... Я сделала мою одежду. Ты хочешь, чтобы я ее опять надела? Я помыла мои ноги. Ты хочешь, чтобы я вышла здесь наружу и сейчас опять их запачкала? Посмотрите на ее ответы, друзья. Она говорит тебе, «Мой любимый». Представляете себе, она говорит, «Мой любимый, я его люблю, сколько его я его люблю, люблю, люблю». Друзья, она говорит, «Мой любимый поставил руку свою на замок, и мое сердце с ним. Я встала, чтобы ему открыть. Мои руки были полны благочестия». Но она закрыла дверь. Не только она не хотела быть в благословении своим любящим, она не хотела выходить с ним и не попускать его и никого. Она не просто ожидала его. Нет, она не хотела выходить. Она хотела оставаться в лене и спать, лежать в кровати, друзья. И опять же, она приходит, вот такая ситуация, да? Но она приходит и находит, что уже после некоторого времени он ушел. Он ушел, да? Интересно то, друзья, что опять же, Библия нам показывает о том, что Бог говорит свободу к нам, друзья. Бог говорит к нам свободу свою. Бог не оставит своих людей, друзья, никогда. Хочем ли мы, чтобы Бог нам отвечал, когда мы призываем его? Вопрос следующий, да? Бог говорит, что «Я вам отвечу, если вы меня призовете». Она не хотела призывать его. А когда уже ей захотелось его присутствия, тогда она его оставила, друзья. И вот здесь говорится о многих людей, которые не будут стоять правильно, в которых будет разруха, да? Помните, друзья, что Бог говорит напрямую к нам. Бог говорит напрямую к нам, друзья. Сколько людей не хотят открывать двери Богу, потому что они хотят остаться и хотят делать свое по своему хотению, по своему желанию, по своему стремлению. Друзья, наша работа для Бога не может быть нашим желанием или тем, что мы только хочем. Нет. Каждый рабочий, каждый работодатель, который нам нанимает людей, он не хочет, чтобы мы делали, что мы хотим. Нет. Он хочет, чтобы мы делали, что он хочет, друзья. Так должна быть и церковь. Сколько церквей делают то, что они хотят, вместо того, чтобы слушать Бога и Его Слово, друзья. И помните, сколько людей, да? Когда, опять же, любимая, она была ленивой и не хотела делать Его слова. И мы читаем дальше, что ее побили, ее набили, они забрали ее одежду. То есть, дело в том, что она получила невзгоду в жизни своей, друзья. Она не шла за Мессией. Поэтому в будущем, друзья, мы будем смотреть на эту тему, больше на эту тему, друзья. Понимаете ли вы, о чем я говорю здесь? Когда мы вместе собираем эти стихи, да, вместе, мы видим, мы понимаем, насколько великое это откровение для нас в будущем, в наше время. И в том, как кинг Соломон, царь Соломон, он не является настолько святым человеком, которым мы представляли в прошлом, друзья. И я хочу больше вам показать и объяснить уже в следующий раз. И всю идею о том, что Бог не хочет, чтобы мы имели земного царя, но чтобы Бог был нашим пастырем, нашим царем, да? И потом мы будем видеть войну между Соломоном и его пастырем внутри его, да? И между правдой и неправдой. И только тогда мы увидим полную картину книги «Песни-песней». Кто-либо из вас имеет ли вопросы к этой книге? Мы откроем место для вопросов. Хорошо, у нас есть вопрос. Я хочу быть очень-очень-очень четким, чтобы вы все эти видели, да? Как эти стихи, они вместе собираются и съединяются, да? И чтобы мы увидели, как Соломон, он нечестивый царь. И, вы знаете, все люди хотят, чтобы Соломон пришел обратно и расставил все точки по местам. Нет, мы не хотим, чтобы Соломон приходил обратно. Мы, Соломон не хочет правильного мира. Его мир, это такой мир, который разрушает Божий мир. И мой вопрос к вам, какая разница между тем царем, который заботится о мире, и который делает мир, да? Какая разница между этими двумя? Здесь вы имеете двое людей, которые хотят убить друг друга. Приходит человек, который делает мир, он их спасает, и он их не позволяет им убить друг друга, да? Это человек, который делает мир. Сколько из нас, друзья, мы неправильно понимаем послание, и мы должны быть в Божьем послании постоянно. Мы должны понимать, что в Бога будет война с нами. Помните это, друзья. Чтобы не оставить, не оставить Слово Божие, а чтобы мы пришли за Богом. Следующий вопрос, кто написал Песню Песней? Если вы помните, в начале, в еврействе, да, говорится о том, что Песня Песней, она была написана для Соломона, или к Соломону, или о Соломоне, да? Соломон не написал эту книгу. И кто написал, никто не знает, кто написал точно, никто не знает точно. Но я не верю, что Соломон был автором этой книги. Хороший вопрос, кстати. Много-много песней из Песни Песней не полностью поняты. Следующий, еще один вопрос у нас есть у аудитории. Ты немножко вспомнила о том, что у нее была забрана ее одежда, или то, что ее покрывало, лицо. И ты вспомнила о покрытии ее лица. Я хочу, чтобы ты еще раз это объяснил. Потому что в Новом Завете говорится о том, что... В Новом Завете говорится о том, что была забрана завеса. Теперь, друзья, мы должны понимать, что завеса, да, что о том, есть в другом месте, что когда у Моисея была завеса, это другая завеса, чем то, что невеста имеет завесу над своей головой. Это две вообще различные вещи, друзья. Сколько мы должны сегодня поменять? В Библии говорится о том, что когда была... что кого-то... кто-то выходил замуж... когда кто-то выходил замуж, было покрыто... покрыто ее глава, глава женщины. Здесь говорится о том, что Слово Божие, Его слава, она была мощная настолько с народу, что людям должно было покрываться завесой, чтобы это вообще их не убило даже. И мы видим, друзья, что... Библия говорит, что мы увидим с Богом... в других местах говорится о всех этих завесах, да? Друзья, мы должны помнить, мы должны помнить, что завеса, она будет снята. В прошлом она будет снята также. Мы видим Слово Божие, оно постоянно... оно постоянно пребывает с нами, и оно никогда не пройдет мимо нас, друзья. Оно никогда нас не пройдет. Поэтому, друзья, должна быть... должна быть свобода в Боге, должна быть свобода в Христе. И... много христиан сегодня не понимают, что... что... придет только тогда, когда Бог определил это. И мы не можем это точно предсказать. Поэтому, в то же время, как все эти великие праздники происходили по своему череду, все происходит по череду Божьему. Все происходит по череду Христовому, друзья. И поэтому мы должны не забывать, не забывать Слово Божие, не забывать Его послание, что... все эти праздники, они поставлены правильно по своему череду в Библии. И вот что мы находим, да, что праздник Шана произойдет, будет... будет... мертвые восстанут, и мы предстанем перед Мессией, да. И потом, во время этих 7 лет, Израиль и нация признают Иисуса как Мессию, и потом будет Великий Праздник в Скинии. И в это время в Захарии мы читаем, что все нации, они будут соблюдать закон Божий и идти правильно в то время. Поэтому все это ведет в будущем, в день, который... мы не знаем, когда произойдет, но Бог сделает все по своему предназначению. Ибо мы не знаем время, мы знаем сезоны, мы знаем о времени, но мы не знаем точности, друзья. Поэтому мы должны быть на чеку, друзья. Сколько из вас, вы помните, что Бог говорит, что Мое Слово, оно сегодня, вчера и вовеки тот же. Что вы помните, что Бог, Он царь всего, Он тот же, тот же самый. Поэтому если Он праведный, Он не оставит своих людей. Он не оставит свой народ, друзья. Поэтому к нам есть призвание Бога. К нам есть призвание Бога постоянно пребывать в Слове Его, друзья, и Ему служить одному, друзья. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Библейское слово для повиновения Богу помогает нам пребывать в повиновении Ему постоянно, чтобы мы не оставляли Слово Божие. И в этом же есть полнота Христова. Не оставляйте полную главу послания и читайте Библию полностью, друзья, чтобы понимать и разбирать Слово. Много раз мы должны читать Слово Божие и не оставлять Его, друзья. Теперь давайте мы встанем и закончим заслужение молитвой. А наш Отец, наш Царь, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Ты не только хочешь нас благословить, но Ты хочешь нас охранять и поставить Своё имя на нас. Ты хочешь быть нашим водителем. Поэтому теперь, Господь, мы Тебя благодарим. Мы хотим нести Твоё имя для наций. Мы хотим Твою славу провозглашать. Пусть Ты будешь Своим именем над нами. Пусть будет провозглашена Твоя слава. Адонай Велико. Господь благословит Тебя и сохранит Тебя. Господь призовет на Тебя святыми царами и помилует Тебя и даст Тебя мир. Во имя Ишу Хамашии. Пусть Вас Бог благословит. И увидимся с Вами на следующую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok